Всем привет! Меня зовут Виолетта, и в этом видео я хочу вам показать свои покупки канцелярии за полгода. Также будет довольно много канцелярии к учёбе, а-ля такой back to school. В общем-то, с канцелярии к учёбе мы и начнём, а в конце, ближе к концу видео, я уже покажу карандаши, фломастеры, маркеры. В общем, всё то, что любим мы с вами колористы. Вот, поэтому вначале будет, может быть, кому-то скучно, вот, но кому-то, может быть, наоборот, будет интереснее. Это то, что связано с учёбой, с тетрадками, с ручками, с текстовыделителями и так далее. Вот, первое, что я хочу показать, это необходимая, мне кажется, в университете, в колледже и так далее вещь. В общем-то, скрашиватели и файлы. Тут комментировать нечего, купила самые такие обычные, такие папочки-скрашиватели, вот, потому что они мне нужны чисто, вот, как бы, для себя. Ну, и, не знаю, если вдруг какую-то курсовую мы в печатном виде будем сдавать, то тоже ладно. Вот, ну и файлы, естественно, и для документов, и для всего-всего-всего вещь нужная, полезная, замечательная, прекрасная. Стоило всё недорого. Кстати, файлы покупала в экспрайсе, рублей, наверное, 77 стоили. Вот, тетрадочки. Первые у нас партия тетрадок будет из фамилии. Вот эти две я покупала со скидкой за 79 рублей. Вот, вот эта такая тоненькая, А4 формата. У неё приятная обложечка, кстати, вот. Но она тонкая, вот. А эта толстая, но у неё сзади немножко порвано здесь. Вот, но мне не принципиально, потому что пострадала только обложка. Я надену, в общем-то, обычную обложку для тетради, для учебников. И буду спокойно пользоваться, писать. Всё будет классно. Также тетрадочка на кольцах. Фамилия, она стоила 150 рублей. Есть такие маленькие страничечки совсем. Но могу сказать, что тетради на кольцах на учёбу носить это очень удобно. Потому что в любой момент можно какую-то страничку спокойно снять, записать где-то. И использовать как черновик, не портить саму тетрадь. Вот, ну и плюс, если, допустим, у вас несколько тетрадей на кольцах, что очень классно. У меня одногруппницы постоянно таким пользуются. Они на учёбу носят всё время одну тетрадь и пишут в ней всё, ну, всё, что им нужно. Вот, а приходят домой и уже разделяют на разные, чтобы было проще учить, чтобы как-то, ну, всё в одном месте лежало. Ну, не знаю, мне кажется, довольно удобно. Также у меня огромная стопка тетрадей из фамилии в наборах. Всё, что продавалось. Каждый набор стоил 149 рублей. Первый наборчик из четырёх тетрадей. Мне очень понравились вот эти. Я из-за них, можно сказать, взяла. Они, по-моему, по 48 листов. Да. Вот, ну, иногда такие тетради нужны. В общем-то, тетради нужны разные. И тонкие, и толстые, и большие, и маленькие. Поэтому тут особо комментировать нечего. Такой набор из четырёх тетрадочек. Далее набор идут уже из трёх тетрадей по 96 листов. Получается, что выгоднее по листам взять, конечно, три тетради. Вот, но тем мне это просто очень понравилось. Тоже решила взять. Значит, первый наборчик у нас вот такой красивый. Мне очень нравится эта песня Риана Гранда. Прям обожаю. Далее с цветочками. Эта тетрадь моя любимая. И опять же, вот эта самая некрасивая, она была в центре. То есть фамилии и тетради лежат вот, ну, примерно вот так. То есть вы видите две красивые тетради. Ну, я не знаю, может быть, кому-то тоже нравится, но мне не очень нравится. Слишком яркая на мой вкус. Вот это моя любимая. Прямо такая нежная, красивая. И три раскраски тетради. В общем, у них можно раскрасить обложки. Соответственно, сами обложки, они совсем другие по материалу. Ну, не знаю, буду раскрасить или нет. Вряд ли, на самом деле. Я не очень люблю вот такой стиль, поэтому... Ну, просто взяла, потому что в целом тетради симпатичные. Ну, если будет нечем заняться, можно раскрасить. Значит, картинки у нас, кстати, из раскраски, темная фэнтези. Вот, такие-таки тетрадочки. И стопочка тетради уже из фикс-прайса. Тоже там разные. Мне больше понравились по какому-то оформлению, конечно, тетради потолще. Вот, но 48 листов тетради тоже были нужны. Вот у этих двух у них бумажная обложка. Мне кажется, это не очень хорошо, потому что она может помяться, порваться, испачкаться. Ну, ладно. Вот это, кстати, не 48 листов, это 80 листов. Вот, я поэтому взяла, несмотря на то, что мне не очень нравится такая обложка. Ну, как бы ладно. Тетради есть тетради. Такой расходный материал, в принципе, не жалко. Вот, и тетради на пружине. Они, по-моему, стоили по 77 рублей в фикс-прайсе, но я точно не помню. Вот, мне нравится, что у них такая объемная обложечка. Вот, и они у нас идут на 26 листов. Вот, но я не очень люблю тетради вот именно с таким креплением, потому что неудобно писать вот с этой стороны. Если вы правша, то как бы, ну, получается, все время что-то рука задевается. Вот, но обложки здесь очень красивые. Мне понравились. Я подумала, что, в принципе, можно какие-нибудь лекции будет писать сюда. Дома, спокойненько, не на каждой страничке. Ну, тетради красивые, ничего не скажешь. И, кстати, еще забыла показать. В фамилии вот такой еще наборчик стоил 119 рублей. Это уже такие узенькие тетради, но они очень классные. Я не знаю, мне безумно понравилась обложка. Я даже не знаю, подо что их можно использовать помимо учебы, потому что мне хотелось бы одну тетрадь приспособить для каких-нибудь раскрасочных дел, так скажем. Вот, но пока я не знаю даже, подо что. Ладно, выглядит очень круто, очень красиво. Вот с такими тетрадями приятно и на учебу ходить, и везде-везде, потому что, ну, когда красивая тетрадь, как-то сразу вдохновляешься. Да, но они три одинаковые, что, в принципе, довольно хорошо, потому что будет не жалко. Потому что если бы она была одна, было бы жалко. Ну, не знаю, я такой человек. Напишите, кстати, у вас есть такое, что вам очень красивые тетради, жалко использовать на учебу, и хочется в них что-то, ну, как бы, поинтереснее придумать. У меня просто такое постоянно, но из-за того, что сейчас я люблю свою учебу больше, чем учебу в школе, мне стало не так жалко красивые тетради. В общем-то, для таких целей. Вот, и еще я уже для своих целей покупала две тетради на кольцах. Видите, они уже с твердой обложкой, здесь нет прорези, поэтому они занимают больше места. Вот. На Озоне заказывала такую красивенькую тетрадочку, даже не распаковывала ее еще, потому что, ну, зачем я сейчас пользуюсь вот этой. Ну, обычные в тетради, на кольцах. Не помню уже, сколько стоили, как-то в хобби-влогах показывала, уже не помню. И, значит, здесь у меня выкраски у мастеров. Да. И к ним я покупала листы, блоки. Здесь тетради на кольцах. Первый блок у меня вот такой. То есть это с одной стороны, а со второй по неделям такие маленькие кошечки. Далее вот второй блок. Это получается у нас, знаете, какой? Вот этот. Третий вид просто такие, как списочки. Вот. В четвертом вот такие списочки. И пятый это обычный блок с листами в точечку. Вот. И также к этим тетрадям я купила набор разделителей. Вот. Пока не использовала, потому что, ну, не нужно было. Вот здесь есть календарь, даже разделитель, но тоже мне не нужен. Тут важные даты, заметки. Ну, вот такие мне как бы не особо нужны разделители. Я покупала чисто, чтобы это были красивые какие-то картинки вот такие ради них. Вот, в целом, довольно симпатичные. Я заказывала на Валберисе, но я думаю, что не только там есть такое. Вообще много где можно найти. Есть прям целые даже наборы. То есть там коробочка с всякими такими прикольными штучками для эстрады. Вот, на счет ручек. Ручек я покупала не так много, потому что у меня еще остались. Вот, но это мои любимые. Пик. Могу их всем посоветовать. Вот эти я брала в Фамилии за 89 рублей. Эти я брала в Ленте где-то рублей за 50. И вот эти я брала в Фикс Прайсе за 77. Вот, такие я, кстати, еще не пользовалась. Потому что раньше в Фикс Прайсе продавались вот такие по 77 рублей. И я обожаю вот эти ручки. Я стала их покупать всегда, когда вижу по какой-то более-менее не такой приемлемой цене. Вот такие увидела, решила тоже взять, но пока не пробовала. Здесь еще написано тонкое гладкое письмо. Я не очень люблю тонкие ручки, но иногда это необходимо. Вот, особенно когда какие-то большие конспекты, которые занимают много места, лучше писать какими-то тонкими ручками. Вот, и еще по поводу ручек у меня есть вот такой наборчик. Это у нас ручки гелевые из Улыбки Радуги. Вот, я их вполне помню уже по какой стоимости, но они стоили прям, типа, рублей 100. У них такой довольно удобный пенал, несмотря на то, что у них какие-то оперативные застежки. У меня вообще где-то даже была выкраска. Я не знаю, сейчас я даже... Вряд ли ее, конечно, найду. Ну, ладно, вам не знаю, вот так сделаю. Просто несколько цветов покажу, что они пишут, все нормально. Ну, вот, сказала, да. Они у меня лежат какое-то время, вот, поэтому приходится иногда расписывать. Но они прям очень тонкие. В конспектах, опять же, какие-то зарисовки делать, какие-то выделять слова, ну, даже просто какие-то маленькие рисуночки. Очень классно, очень здорово, могу посоветовать. Не знаю, по-моему, сейчас до сих пор они продаются. В школе можно купить, в школе, к учебе. Цвета, потому что красивые. Вот, не могу выкраску найти, очень жаль. И тут целых три оттенка синего. Ну, как бы, получается, один голубой по факту. Он такой яркий. И знаю, я планирую носить их на учебу, скажу честно, потому что это очень маленький такой пенальчик. Не занимают они много места, они очень красивые, опять же, поднимают настроение. Может быть, я буду носить не все цвета, а просто в своем тогда пенале буду носить. Ну, не знаю, посмотрите. Это вот темно-синее, он так выглядит. Выписать такими ручками я не то чтобы не планирую, но я больше использую для всяких формул, схем, каких-то, не знаю, графиков там и так далее. Такие цветные ручки. Ну и максимум тему какую-то выделить. Так что да. Также в фикс-прайсе купила набор, как-то в феврале продавался, по-моему, или в марте. Набор стикеров стоил вроде бы 99 рублей. Я уже, честно, не знаю. Вот здесь у меня такие вот. Как всегда у меня здесь что-то поотлипало. Вот такие стикеры. То есть он большие, средние, маленькие закладочки. Я ими практически не пользовалась. Могу сказать, что они не очень липкие, но зато очень красивые. Я просто очень люблю стикеры. Я когда вижу, я не могу не купить. Далее у нас идут наклейки. То, что, в принципе, тоже может помочь иногда в каких-то конспектах, но не в моем случае. Вот. У меня вот эти наклейки уже немножко я использовала. Просто обычные. Такие, знаете, в канцелярских магазинах продаются. Украшала там какие-то письма. Вот. В фикс-прайсе купила супер-классные такие летние коктейли. Коктейли. Коктейльчики. Вот. Но пока я их никуда не использовала. Но они прям очень классные. Немножко объемные. Безумно красивые. Далее. На сайте Симолэнда покупала такой наборчик. Ну, просто мне надо было в корзину что-то докинуть на небольшую сумму. Я увидела такие наклейки. Вот. Взяла. Вообще, я хотела украсть ими свою доску для визуализации. Или доску. В общем, вы поняли. Но как-то так вот получилось, что они мне не пригодились для этой цели. Поэтому просто буду где-нибудь их использовать. У меня есть идея начать вести наконец-то... сайта стикер-букс. Ой, стикер-букс. Women's Stickers. Что-то какие-то стикеры-буки у меня вылезли в голове. Ну, ладно. У меня есть распаковка по ссылке. Я ссылочку оставлю внизу в описании. Вот вам сейчас просто покажу, что у меня есть такие разные всякие стикеры. Я что-то уже подарила. И это вот то, что у меня осталось. Вот это прям классно. Для ежедневников. Очень много всего. Просто для каких-то украшений. В общем, буду пользоваться непременно. Обязательно. Ну, я повторюсь. Распаковочка у меня есть. Ссылочку оставлю в описании. И две еще вот такие у меня закладки есть. Тоже в копилку, так скажем. Всякой красоты. Тоже планирую и на учебу. Как бы вот эти закладки носить еще. Я накликаю пол. И так далее. Ну, и просто использовать дома. Вот так же в подарок с посылкой из Артнары мне пришла такая закладочка. Линейка. Очень классная, милая. Еще и трафарет. Не знаю, очень классная. Мне понравилось прям. И, насколько я помню, это все из такого учебного плана. У меня все остается чисто для раскрашивания. Поэтому, если вы не любите канцелярию для раскрашивания, вдруг вы зашли на мой канал абсолютно случайно, то можете выключать это видео. Наверное, для вас тут ничего интересного уже не останется. Итак, начнем с фломастеров. У меня были куплены фломастеры от фирмы Lorex. Показываю вам только два, потому что целый набор я рассортировала по цветам. Вот, но у меня есть выкраска. Такая, 24, по-моему, штучки здесь. Ну, выглядят довольно стильно, такие красивые. Вот, удобные. Раскрашенные работы полностью этими фломастерами показать не могу, потому что не было таких работ. Я их использовала где-то по чуть-чуть, и, в общем-то, сейчас уже особо не помню где. Но в нанесении они приятные, раскрашивать ими мне нравится. Посоветовать вам их могу. Также наборчик из фикс-прайса, который я совсем недавно покупала. Здесь 14 просто фломастеров и 12 кисточек. Тоже у меня нет раскрашенных работ, чтобы вам показать. Но есть выкраска. Верхние 14 это обычные цвета и 12 это фломастеры кисточки. По сейчас сумму 249 рублей, мне кажется, этот набор стоит. Довольно дорого, и, наверное, он не оправдывает свою стоимость, потому что наносится фломастерную бумагу и сказать, что очень приятно, и ее скатывают. Поэтому посоветовать вам я их никак не могу. Насчет фикс-прайса. Также у меня есть маркеры металлик. Я их не распаковывала, но у меня этой фирмы уже были маркеры. Вот. Только наборчик был 5 штук, а не 6. И в целом они как бы оправдали свои ожидания. Набор стоил, по-моему, 77 или 99 рублей. Вот если вам нужны маркеры металлик, то они вполне подходят. Но я вам больше все-таки рекомендую фирму Эрик Краус. Потому что эти маркеры у меня достаточно долговечные, в отличие от фикс-прайсовских, и хватает намного дольше. Я покупала такой наборчик фамилии за 129 рублей. И выкраску я, кстати говоря, потеряла. Мы можем сейчас вот здесь выкрасить. Если интересно кому-то, я думаю, что многим будет интересно. Вот. Ну давайте не все цвета, а хотя бы три. Просто. Они очень удобные в нанесении, хорошие, замечательные фломастеры. Ничего плохого про них не скажу. Сейчас я во многих, во многих фамилиях их видела. И вообще обычно на сайтах эти маркеры продаются по 300 рублей. А сейчас вот фамилии 129. Мне кажется, что это очень хорошая цена. Поэтому вот. Блестят замечательно. Все с ними прекрасно. У меня не высохшие они попали. Все нормально. Поэтому присматривайтесь. Если вам давно были нужны, то вот можете купить. Если у вас нет фамилии, то вы можете посмотреть там на Зоне, на Велберрисе. Мне кажется, что сейчас они должны тоже со скидками где-то уже быть. Далее. Я люблю ручки. У меня это Маранди Шанс. Четыре наборчика появились. За это время. Выкраска. У меня. У них очень красивые. Мне очень нравится наборчик D и B. Хотя и A очень красивые. И C очень красивые. Не знаю. В общем, они все классные. Я поэтому покупала все. Обошлись они мне все вместе за тысячу рублей примерно. Может быть, там тысячу сто. Вот. И у меня есть еще одна раскрашенная работа полностью этими гелевыми ручками. Сейчас я вам покажу, просто чтобы вы понимали, как они выглядят в итоге. Вот. Вот этот нежно-розовый, такой яркий как бы при этом, он... Это аквамаркер. Вот. Остальное это гелевые ручки. То есть, как вы видите, они прекрасно ложатся, не полосят. Вот. Сначала их, правда, нужно немножко расписать, но потом очень красиво, очень хорошо. Перекрываю даже линии, если вам это необходимо. Вот здесь видно, что если по контуру обводить, то контура будет не видно. То есть, такие жирненькие, приятные ручки. Так что да, если вы давно искали какие-то вот хорошие гелевые ручки, не блестящие, не металлические, не какие-то пастельные, неоновые, то вот здесь прекрасная цветовая палитра. И замечательные сами ручки. Еще из интересного, чтобы вам показать, вот такой у меня есть приборчик. Это многие знают. В FixPrice сейчас тоже продают такие декоративные ленты. У меня это с пандочками. То есть, как декоративный скотч такой. 77 рублей стоил. Ну, не знаю. Я люблю вот такие всякие мелочевки. Довольно прикольно. Тоже можно где-то использовать и в конспектах, и так далее. Мы подошли с вами к карандашам. Причем, в этот раз у меня появилось целых три набора пастельных карандашей. Значит, 12 цветов перлинга, 12 цветов коррес, 24 цвета, 12 штук калорийно. Выкраски, кстати говоря, у меня должны быть. Но это такой вопрос немножечко с подвохом. Так, значит, вот у меня, во-первых, здесь верхний ряд это каррес, нижний ряд это берлинга. По нанесению я могу сказать, что мне каррес, наверное, понравились немного больше. Хотя не все оттенки. Некоторые оттенки у берлинга лучше наносятся. Вот. Ну, то есть, цвета плюс-минус разные, поэтому я не расстроилась, что купила эти-и-те. Вот. И здесь у меня выкраска 24 калорийно. Вот они. Тоже хорошие. В принципе, я сейчас покажу раскрашенные работы. Значит, в этой раскраске у меня замиксованы берлинга и коррес на зонтике. В целом, мне кажется, довольно неплохо. Как бы в нанесении таком простом самым. И вот в этой раскраске у меня 24 цвета вот этих. Ну, здесь использовано всего три оттенка. Вот. Так это выглядит словом. Очаровательно. Я как раз с этими карандашами раскрашивала. Мягкие и те, и те, и те. Посоветовать вам, наверное, могу вот этот набор. Хотя он и стоит, как бы, на букве эти 465 рублей. Можно, я думаю, где-то найти дешевле. Но вот я брала такую стоимость. Коррес они обошлись в 319 рублей в комусе. А берлинга стоили 199 рублей в ленте. Поэтому, ну, как бы, не знаю. Я могу вам посоветовать вот эти. Мне они понравились больше всего. Плюс здесь больше всего оттенков. Вот. Но я не жалею ни об одном наборчике. Потому что вместе все эти карандаши тоже замечательно работают. Также у меня есть набор карандашей Санет. Это графитовые карандаши. У меня к ним, скажу честно, даже выкраска не вся готова. Здесь у меня всего лишь вот столько оттенков выкрашено. Но они мягкие, хорошие, сочные. Можете посмотреть обзоры на ютубе. Они, в принципе, есть. Я выслеживала их, как раз нашла на Симоленде. И стоили они там не очень дорого. 36 цветов или 48? 36, мне кажется. Ну, хороший карандаши. Просто так он, немножечко похвасталась. Потому что толком я при них даже не знаю, что вам рассказывать. Поэтому так вот, скользь. Значит, маркеры Sharpie Fine. У меня здесь два набора. Один был с... Ну, такой большой-большой. С, по-моему, мордой змеи или что-то подобное. Вот. А второй был совсем маленький. Вот их выкраска. В первом наборе еще были шесть маркеров. Я не знаю, как их назвать. Типа... С капиллярными ручками, в общем. Сейчас он какой-то. Здесь такой, как маркер. Который, по факту, капиллярная ручка. Но это перманентный маркер. Просто очень тонкий. Вот. Еще я вам выкраску сделала прямо вот здесь. Что очень удобно. И раскрашенная работа у меня тоже ими есть. Вообще не одна, но я вам покажу. Вот в колоритронике. Сову. Просто, чтобы вы посмотрели, как они наносятся, как они полосят. Потому что разглагольствовать можно очень долго. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Поэтому, да. Это вот черный довольно хорошее нанесение. Некоторые цвета все-таки полосят и высветляются со временем. Вот здесь, допустим, такого не было. Это уже пару месяцев прошло. И вот так вот получилось. Так же, что касается маркеров. Вот такая у меня есть выкраска на листочке. И еще у меня есть выкраска на другом листочке. Здесь, кстати, как будто белый. Он действительно как белый. Вот этот нулевко. А здесь немножечко видно разницу. Из-за того, что контура нет. Раскрашенная работа у меня ими тоже уже очень много. Вот, например, вот здесь покажу вам. Это все вот эти маркеры спиртовые. Очень хорошие, классные, замечательные. Сам набор у меня выглядит. Ой. Вот так я его заказывала на Базберрис за чуть меньше, чем 2000 рублей. То есть 120 штук, но это прям хорошая цена. Вот еще и такой удобный пластиковый кейс, что меня тоже подкупило. Сломала, походу. Замочек разболтался. Не понимаю. Видимо, да. Ну ладно. Вот еще у меня появились фломастеры Штедлер. 120 штук. Я их заказывала на Базберрис. Не знаю, сейчас есть, нет. Но наборы поменьше точно есть. Я могу сказать, что это одни из моих самых любимых фломастеров. Они практически не полосят. Плюс они двухсторонние. Здесь большая часть картинок раскрашена этими фломастерами. То есть есть некоторые цвета, которые я брала у других фирм. Но в основном это вот эти фломастеры. Единственное, что я чаще все-таки пользуюсь своим старым набором 72 цвета. Сейчас будем с вами выкраску искать. Хотя что ее искать? Вот она. Значит, раз. И здесь два. А это лорекс фломастера. Нет, не лорекс. Это, видимо, я довыкрашивала Штедлер. Потому что я случайно подписала. Все правильно, Штедлер еще. 120 цветов. Так, у меня осталось немного. Чуть-чуть потерпите. И все закончится. Карандаши Colorsoft Derwent 72 цвета. Выкраску могу сказать только такую, потому что другой нет. Не раскрашивала ими еще. Просто они у меня появились. И все. Очень давно хотела себе такие карандаши. И, наконец-то, вот в июле у меня получилось их приобрести. Так, еще у меня есть такие ценники. Тоже покажу им. В хобби-влоге уже рассказывала, что они мне нужны вот для маркировки фломастера. Стоили 150 рублей где-то на Валбересе. Также купила акварель и также двинюю баночку. Вот здесь у меня. Это 6 цветов сверху Vista Artist. А снизу 4 это Ван Гог. Вот. Выкраски у меня тоже сейчас тут другой нет, к сожалению. Есть раскрашена работа, которую я забыла достать. Сейчас приготовлю. Вот. Здесь фон акварельный. Думя цветами раскрашена. Ну, из-за обилия гелевых ручек не особо понятно, но выглядит он прям красиво, как я планировала, как я и хотела. Замечательные акварельные краски. Могу посоветовать. Я покупала цвета на Vista Artist просто в Леонардо, но у меня нет раскрашенной работы ими. А Ван Гог на Азоне заказывала. Ну, и последнее, что я вам покажу. Давайте так сразу сделаю. Ой, не ту. Давайте трать. Вот. Я сразу вам покажу выкраски. Встану. Просто только где они у меня вот здесь. Вот так. Ну, вот здесь немножко. И вот здесь. И, значит, показываю, что у меня вообще тут появилось. Это поштучные. Фломастеры Кои. Я подробно рассказываю обо всем вот этом в хобби-влогах. Поэтому, если вам интересно, то можете зайти посмотреть на канале. Вот это буквально последнее. Одни из последних хобби-влогов. Вот такие карандашики. Это Derwent Watercolor. Derwent Colorsoft. Это еще до покупки большого набора. Приобрела вот такие оттенки. Далее Derwent Ink Tense. Дроуинг. Так, ну, катайся. Еще два по-мастеру Кои. Три карандашика. Нет. Четыре получается. Нет. Все правильно. Три Derwent Дроуинг. Один пастельный. Три граффитинта. Три ликтенса. И один вот угольный, по-моему. Вот. И то, что еще у меня поштучно. Это карандаши лира. Здесь два акварельных. Три обычных. Покупала в буквоеде. У меня просто были баллы. И я вот... Получается, два карандаша купила за баллы. Три карандаша купила просто. Гелевая ручка краун с блестками. Красная. Обычная такая ручка с диплодоком на учебу. Мне ее подарили. Очень классная. И четыре таких маркера текстовый делителем. С одной стороны это фломастер, с другой текстовый делитель. Пастельные цвета. Значит, у меня тоже есть раскрашенные работы. Я забыла раскрасить один треукольничек. Но позже будет так. Неужели? Ну, такие приятные цвета. В принципе, особо не отличаются от текстовый делитель или же просто. Это были все покупки. Их было довольно много. Я, на самом деле, даже устала их вам показывать. Ну, теперь со спокойной душой могу сказать, что это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok